И тысячи пятьсот голосов. Вот эти подписи. Потом мы подали, мы участвовали в голосовании. У нас работало 15 волонтеров, некоторые присутствуют здесь. Сейчас они могут конкретно об этом рассказать. И эти волонтеры в течение месяца работали. Еще в июле 2021 года активисты авиагородка провели общественное обсуждение по благоустройству парка Белякова. Проект одержал победу в голосовании. И в марте 2022 года подрядчик вышел на территорию. Как уверяют активисты, которые и продвинули этот проект, вырубаются только плохие деревья. Мы думаем о детях, мы думаем о их досуге. Понимаете, нужны площадки, нужны спортивные скейт-площадки. Потому что когда начинают взрослые люди говорить, или там пенсионеры, я тоже пенсионер, да зачем нужен этот скейт-площадка? А где им ходить, где им заниматься, где им развлекаться, это должны сделать мы. Мы хотим облагородить парк, поставить скейт-площадку, велодорожку, чтобы для детей было место, где гулять. Я часто посещаю это место, но в связи сейчас с событиями, то, что там все перекопано, да, мы с положительной стороны относимся. Мы два года добивались этого. Большинство активистов приняли решение, что на первом этапе благоустройства нужно заниматься развитием базовой инфраструктуры парка. В частности, асфальтировкой дорожек, установок, камер видеонаблюдения, освещение. Администрация города, учитывая, что мы живем не рядом с Макаронной фабрикой, а живем рядом с Центром дальнестратегической авиации, на нашей территории проживает много семей военнослужащих, решили сделать здесь не только освещение, но и видеонаблюдение. Сейчас такое время, идет спецоперация, много всяких диверсий, работают наши спецслужбы, а у нас здесь лес зарос зеленкой, говоря военным языком. Также активисты обсудили еще необходимость санитарной прочистки парка. Специалисты Управления благоустройства города пояснили, что эти работы проведут исключительно в отношении поваленных аварийных деревьев и веток. Экспертиза зеленых насаждений была проведена. В настоящее время производится опиловка деревьев и вырубка аварийных. Парк насчитывает более полутора тысяч деревьев, преимущественно это тополя. Мы приносим извинения за трудности, которые приходится переживать жителям, в силу того, что работа по вырубке проводится в межсезонье. Но необходимо отметить, что ни одно аварийное дерево не выпилено без обсуждения. Администрация города и подрядчик стараются при выполнении этого проекта учитывать каждое мнение жителя. Ведь этот парк по проекту будет востребован и для молодежи, и для старшего поколения. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».